Привет, друзья! Вот интересное дело. Я очень многим людям, очень положительных, которые занимаются созидательной деятельностью, и которые тоже пытаются объединять людей хороших, которые вместе бы думали, как преодолеть все препятствия, которые возникают в жизни, как открывать свой творческий потенциал, как задружиться. Я им посылаю вот эти вот письма, например, в личку, и предлагаю, и говорю, кто я такой, и что за моими плечами уже что-то стоит конкретно сделанное, официально признанное. Они мне не отвечают. Потом я додумался посмотреть, сколько у них подписчиков. У них там и 200 тысяч, и 500 тысяч. Вот оно в чем дело. Дело в том, что когда они смотрят, сколько у нас подписчиков, в нашей школе, человек будущего, хомо футурус, а у нас всего 58 тысяч, а у них, допустим, 200 тысяч или полмиллиона, ну, они вот думают, наверное, а что нам даст это, то, что мы там с ним поговорим, для его школы, человек будущего, а что нам это даст? Вот видите, как это интересно, да? Мы говорим о том, что нам надо всем соединяться, потому что вместе мы сила, потому что я мог бы запросто дать им то, чего им не хватает для полной картины мира, потому что вот я, например, смотрел сейчас Бубновского, ну, как прекрасно он там показывает на своем мастер-классе о том, как надо лечить суставы, о том, как надо делать тренаж какой-то. Да-да-да, но там же не хватает самого главного, потому что всему царь, как говорится, голова. Там он сам употребляет слово нервно-мышечное напряжение, и в этом смысле, конечно, важно, чтобы человек научился снимать нервно-мышечные зажимы, блоки, блоки сознания. Ну, там это все происходит, но как-то вот этого кусочка не хватает. Вот было бы здорово, если бы я ему этот кусочек дал, он бы туда вставил, а вместе мы сделали бы видео, и даже те, которые не понимают, ну, вот я, например, не понимаю. Я с детства был ленивый, ну, как я могу там часами заниматься вот этими физическими упражнениями? Ну, мне тяжело, потому что есть люди, которые физически любят физическую, физкультуру, и когда они это делают, они получают кайф, а я люблю, ну, как и Бубновский, наверное, люблю думать, но у меня больше доминанта на думании, я мыслитель, и поэтому я придумал этот метод, с помощью которого можно снимать нервно-мышечные зажимы. И в любой деятельности, даже в той же самой лечебной физкультуре, у него называется это кинезиотерика, кажется, ну, Бубновский, коллега, выходи на связь, вот как вышел прекрасно, мой ученик есть, психолог Олег Польщиков, прекрасный текст написал, я его вставляю в книгу новую, которая сейчас выйдет, которая сейчас выйдет, и всех приглашаю, пишите свои тексты, пишите, пожалуйста, свои мысли, и по поводу человечности, потому что мы на нашем YouTube-канале развиваем эту науку человечности, которой не хватает сегодня, потому что наука именно идет впереди всего, а потом уже человечность, ну, да, она есть и в религиях, и в искусстве, и в литературе, ну, науки-то такой нет, это надо определить понятие, осмыслить эти все слова, что значит любовь, что значит ближний, который любой для нас, потому что мы все человеки, ну, и так далее, и так далее, и я вот вам сейчас не знаю, как получится у меня с выражением или без выражения, свой стих хочу подарить. твое я между мечтанием и неудачей, между я хочу и не могу, между свободой и запретом, между выбором, что я хочу, твое я между счастьем и страхом, твой страх тем больше оказывается, я вычислил, чем больше в глубине свободы, и ты растерян в любой неизвестности, потому что, оказывается, на содержании вечности в тебе, как и в модели Вселенной, уходит вся энергия из века в век, из мгновения в мгновение, на переосмысление слов, от слова «свобода» до слова «совесть». Да, вот на содержание вечности, то есть на содержание твоего здоровья, и вообще на содержание вот этой вот модели Вселенной, которая у тебя в голове. Вечное переосмысление, да, постоянное переосмысление слова «свобода» до слова «совесть». До встречи, друзья! Соединяйтесь, давайте продвигать наш канал, вот с чего я начал, давайте продвигайте тогда и Бубновскому, и любому человеку. Напишу письмо, дам это видео, он там посмотрит, да-да, и согласится, потому что у нас там будет очень много подписчиков, правда, друзья? А вместе мы сила!